Привет, киноделы! С вами Маня. И в новогодние праздники стартует второй сезон рубрики «Киновечер», в которой мы показываем самые крутые примеры видеорекламы и вместе ее анализируем. Теперь мы будем более структурно подходить к просмотру, выцеплять самые крутые моменты съемки и сюжета. Подобный анализ поможет и нам, и вам лучше понимать разнообразные приемы съемки видеорекламы и применять их в своей работе. Ну что, поехали? Сайнсберис, 1914 год. Данный рекламный ролик освещает события Первой мировой войны, а конкретно Рождественского перемирия, во время которого солдаты прекращали любые военные действия. Очень тонкая и опасная тема для съемки видеорекламы, особенно в рамках того, что создателем является сеть супермаркетов. Этот ролик был неоднозначно принят международной публикой, однако это не помешало собрать ему немало наград, в том числе и на знаменитых каннских львах. Ролик создан совместно с Британским Королевским легионом и был нацелен на помощь ветеранам и сбор пожертвований в продаже рождественской продукции. Самой сильной частью данного видео является сценарий, ведь все в этой рекламе работает на сюжет. Начнем с цвета, который характеризует настроение внутри истории. В начальных, около уютных кадрах мы застаем главного героя в приподнятом настроении. Он получил посылку от возлюбленной, он слышит песню на противоположной стороне баррикад. Он и его товарищи поют, и они почти счастливы, поэтому данное настроение передается теплыми тонами цветов. Однако в момент опасности, когда противники еще не знают, чего ожидать друг от друга, цвета резко становятся холодными, тусклыми, зимними. Стандартный, однако, рабочий прием подсказывает зритель внутреннее состояние персонажей. Присутствуют метафоричные детали. Например, снегирина колючей проволоки, символизирующей что-то живое и настоящее в условиях беспощадной войны. Множество крупных планов выхватывает лица солдат, каждый из которых важен и необходим в истории, и показывает, как тесно в этих промерзлых окопах. Важным является намеренное нарушение операторской восьмерки. Мы видим в начале знакомства солдат обеих сторон. Два основных персонажа придерживаются своих ориентиров в кадре. Англичанин слева, немец справа. Однако они меняются местами в моменте дальнейшего разговора. Происходит их симбиоз, каждый становится на место другого. В моменте их перемирия характерными становятся общие планы, объединяющие солдат. И несмотря на то, что они говорят на разных языках, это не мешает им понимать друг друга. Герои начинают играть в футбол, что также является метафорой. Между сторонами все такое же противостояние и сражение, однако мирным, ненасильственным способом. Пара взрывов вдалеке возвращают такую грустную рождественскую сказку в реальность, и герои вновь возвращаются в прежнюю схему операторской восьмерки. Вновь становятся врагами. Однако цветовая схема остается теплой, как и финал рекламного ролика. Герой отдал своему врагу самое дорогое, что у него есть сейчас. И этот поступок доступно подсказывает зрителю основную мысль данного ролика. Все душевное и человеческое превыше любых обстоятельств, даже войны. Финальный слоган «Рождество для того, чтобы делиться» на фоне летящих и свободных птиц лаконично завершает этот сложный и многогранный рекламный проект. Бренд Сумак Малбери знаменита своим креативным подходом к съемке рекламы. Они любят использовать сравнения, обыгрывать образы. Их персонажи зачастую противоречивы и непонятны. Этот ролик мне показался особенно интересным, как любительница абсурдного юмора. В данном случае мы видим интересную трактовку библейской истории о рождении младенца. Зритель застает главных героев в ремонтируемом доме. Позади них горит камин, в доме теплая рождественская атмосфера, тусклый свет, пара обменивается подарками. Женщина с восторгом и осторожностью распаковывает подаренную мужем сумку и держит ее, как ребенка. Сразу можно отметить блик от пряжки замка на лице девушки, что символизирует свет нимба. Далее в доме появляется восторженный незнакомец, желающий увидеть только распакованную новую сумку. Далее в доме появляются овцы, коровы, происходящее становится все более странным. Однако животное в недостроенном доме – это отличное сравнение с хлебом, в котором происходило таинство библейского Рождества. Кульминацией этого странного действия становится фраза, произнесенная главным героем. Ребят, это же просто сумка. Он это говорит из-за себя, из-за зрителя. Однако другими персонажами ролика его слова воспринимаются как шутка, ведь они, безусловно, верят в происходящее таинственное действие. Здесь работает маркетинговый прием – конфликт двух портретов потребителей. Один потребитель не понимает общего восторга, для него сумка – это просто сумка. Второй же потребитель – это настоящий ценитель качества, ценности и практически святости данного товара. Таким образом, рекламный ролик захватывает обоих потребителей, привлекает их на свою сторону, таким образом увеличивает охват аудитории. Финальный иконографический общий план отлично завершает историю, а загорающийся над героями светильник одновременно символизирует и вифлеемскую звезду, сообщившую о появлении младенца, и идею о том, какой подарок может стать идеальным для вашей второй половинки. Ролик не претендует на многозначность и сложности, и любой зритель, хотя бы немного знакомый с сюжетом «Рождественской ночи», помет его и улыбнется. Однако именно абсурдность и странность происходящего вызывают у зрителей интерес. Создатели совмещают несовместимое. Таким образом, проект получился интересным и ироничным. Харви Николс. Прости, но я потратил все на себя. Пример отличной провокационной рекламы, которая, к счастью, была оценена по достоинству и забрала с собой несколько наград премии «Каннские львы». Новогодние рекламные кампании, как правило, пропагандируют стандартные темы щедрости, доброты, любви к своим родным и друзьям. Создатели же данного рекламного ролика отходят от рождественских клише и комично показывают нам эгоистичных персонажей, которые захотели в кое-то веке позаботиться о себе любимых. Суть данной рекламной акции проста. Бренд Харви Николс предлагает покупателям порадовать себя в Новый год подарком своей мечты, а презентами для родных и друзей станут дешевые безделушки, продающиеся на кассе. Создателям ролика необходимо было обыграть людской порог, такой как жадность, и показать зрителю, что над этим можно посмеяться. Сложная задумка, которая решена доступно, лаконично и просто. Орл-Би запиканный рождественский ролик Это видео просто очень забавное. И этот ролик отличается также своим нестандартным подходом и креативной идеей. Рассказывает не о новогоднем настроении и детских сказочных воспоминаниях, а о взрослой и суетливой бытовухе, от которой нам никак не избавиться в празднике. Напоминая зрителю о том, что его ждет в новогодние дни, создатели ролика позволяют ему посмеяться над собой и над своими проблемами. Лейтмотивом данного ролика является работа со звуком. Запиканная цензурой брань персонажей становится частью новогодней мелодии и попадает в ритм, что еще раз подчеркивает мысль. Новый год невозможен без таких неприятных мелочей. Финальный слоган гласит, что последнее, о чем стоит беспокоиться вам в празднике, это результат работы рекламируемого продукта. Еще один интересный прием маркетинга. Зритель даже не видит продукцию бренда в кадре. О нем нет упоминаний, однако всем становится понятно, о чем речь. Подобный ход себе могут позволить только крупные игроки на рынке со знакомым именем, так как данный слоган ориентирован на понимание аудитории, о каком именно продукте идет речь в рекламе. Вот такие вот ролики в сегодняшней подборке. Помимо этих видео, в каждом из выпусков я буду оставлять в конце последний ролик специально для вас, дорогие подписчики. Для автора самого обдуманного и интересного разбора мы слепим к снеговика всей командой хохо в Саботовске и выложим это в следующем выпуске. И вот этот ролик, который вы должны разобрать. Субтитры создавал DimaTorzok 一個 filleter Materа? Субтитры создавал DimaTorzok в сек particulier, Она позволяет сами Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ставим лайк, звеним бубенец И до новых встреч И удачных вам новогодних праздников Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok